Все будет очень плохо, будете сидеть без света, без воды, без еды, будет кошмар и апокалипсис, но я вас не выпущу. Кто в самые первые дни войны сказал, что в Печерской лавре нужно произвести обыск. И внимание, сейчас я ввожу в политический словарь, в политику украинскую, можно сказать, новый термин. Здравствуйте, рубрика Дайджест, третий выпуск. Как обычно, обсудим последние новости. Ну, главная новость, какая неделя без проделок супчиков из офиса президента Украины. Как всегда, главный ньюсмейкер таких новостей, Кирилл Тимошенко, он же газированный писюн, и в этот раз отличился. Что он сделал? Его заметили журналисты на Порше за 100 тысяч долларов, красавец. Потом выяснилось, на кого этот Порше оформлен. Я не хочу вдаваться ни в какие журналистские догадки, я вам скажу то, что я знаю точно. А я знаю точно, что Кирилл Тимошенко получил эту машину от человека, который работает с криминальным авторитетом, которого пресса называет Нарик. С ним же очень плотно работает Арахами, а тот еще больше крутится. Эти ребята активно зарабатывают бабки. В какое время? В самое тяжелое время для вас, естественно. Это каким нужно быть отмороженным, чтобы только закончился скандал про Шевроле Тахо, который Дженерал Моторс Американский выделил для гуманитарной помощи Украине. И на одном разъезжал Кирилл Тимошенко. Не прошло и месяца, как уже второй коррупционный скандал и опять по поводу автомобиля. Это о чем говорит? О том, что у человека совершенно в голове нет никаких мозгов, что он просто отмороженный и самое главное, что вас они вообще не уважают. Помимо автомобиля, там шла речь о том, что он арендует дом, по-моему, 1200 квадратных метров. У кого? У предпринимателя, к которому, кстати, я уважительно отношусь, Игорь Никонова, это застройщик Канн Девелопмент. И здесь я хочу остановиться чуть-чуть подробнее. В чем соль ситуации? Вот у вас все время там про олигархов много вопросов. Я как-то отдельный стрим, часть стрима посвящал этому вопросу. И вообще про крупный бизнес. Я вам хочу сказать, почему я всегда знал, что в Украине не надо даже пытаться выйти на этот уровень. Почему я в Америке уехал и комфортно здесь занимаюсь бизнесом? Понимаете, когда у тебя крупный бизнес в Украине, это сразу равно политика. И здесь сам смысл денег теряется. То есть для меня лично деньги нужны для свободы. Но какая здесь свобода, если Игорь Никонов богатый человек, вынужден с этими газированными писюнами как-то взаимодействовать для того, чтобы защитить, сохранить и, может быть, приумножить свой бизнес. Для меня такой образ жизни, такие взгляды на жизнь категорически неприемлемы и невозможны чисто по природным каким-то моментам врожденным, наверное. То есть я не могу взаимодействовать с ничтожеством Кириллом Тимошенко для того, чтобы сохранить свой бизнес. Я просто сразу ухожу с такой системы координат, что я вынужден был сделать. Игоря Никоновна и других крупных бизнесменов это устраивает, пожалуйста. Идем дальше. Значит, если вы заметили в новостной ленте, каждый день на протяжении последних дней 10, есть новость. Вот в случае длительного блокаута будет одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Уже объявили о том, что если будет длительный блокаут, в больницах будут отменены все операции и вся госпитализация. Именно плановые операции и госпитализация. О чем говорят такие сообщения? И Зеленский очень предупреждает об этом всем и его окружении. То есть сделано это для того, чтобы потом люди уже окончательно не вскипели, как произошло в случае с войной, почему не предупредили. Они предупреждают и тем самым скрыто дают, что вам понять. Что они сами понимают, что нас ждет что-то очень-очень серьезное уже в самое ближайшее время. В связи с этим у меня тот же вопрос, который я задавал и полгода назад. Какого хрена не отпустить мужчин из Украины, тех, которые хотят сейчас выехать? Но если выйдут мужчины, снизится потребление электроэнергии, станет легче жить остальным. Далее эти мужчины уедут, они будут помогать тем, кто остался здесь. Они воссоединятся со своими семьями. И так далее сто раз то, что я говорил, как говорится, далее по списку. Нет, такой мысли нет. То есть автоматически я, когда читаю их месседжи, я как это воспринимаю? Все будет очень плохо, будете сидеть без света, без воды, без еды. Будет кошмар и апокалипсис, но я вас не выпущу. Но сидите, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, сидите и не рыпайтесь. Вот такое вот отношение власти к людям настоящее. Дальше идем. Юрий Бойко. Это сучара, никак не угомонится. Вот я показываю вам видео на третий день войны, что он там гутарил с Соловьевым. Уж насколько, как вы знаете, Путин, и Путин человек, который воспринимает, ну это как страшную трагедию, вот боестолкновение между нашими народами. Поэтому и говорим, мы не с народом воеваем. Славяне убивают славян, ну как это? Ну конечно, это жуткая трагедия. Просто жуткая. Это надо заканчивать. Надо как-то сбивать, накал ненависти этот, и сбивать, и в любой... Вот сегодня надо как-то это сбить и... Ну согласитесь, вот в России никогда не звучало никаких слов ненависти по отношению к украинцам. То есть не на моих передачах. Мы очень четко всегда отделяем Украину украинцев от нацистов, засевших во власти. Очень жестко отделяем. Посмотрите, давайте сделаем так. Вот подведем черту, чтобы было. Вот сейчас что есть. И теперь, когда власть наконец-то взялась за православную церковь, а я напоминаю, что я первый и единственный, кто в самые первые дни войны сказал, что в Печерской лавре нужно произвести обыск. И у меня была информация, что там прятался Медведчук. Никто этого не сделал. Они дошли до этого на десятый месяц войны. Лучше поздно, чем никогда. Что понаходили у этих попов? Вот в Буковинской лавре, или как там это называется, извините, я просто не сильно в теме, нашли видео с педофилией. Как вам такое? Удивило, а меня нет. Потому что, к сожалению, в этой системе такие мерзкие вещи процветают. Но сейчас вопрос не в этом. Сейчас Бойко вопрос, который сразу же в ответ на это записал видео, что не надо трогать УПЦ. Оставьте и вообще посмотрите, что у него на YouTube-канале. У него все. Мы будем требовать, мы требуем. Да пидорас, закрой свой рост, что ты можешь требовать? Какого хера ты еще на свободе? Какого хера ты еще не на концерте Кобзона? Это только благодаря бездарной власти нашей. И всему остальному ты можешь так свободно петь. Ты должен был на второй день уже оказаться на концерте у Кобзона, если бы в нашей стране работали нормальные спецслужбы. А теперь это все просто договорняк, чтобы ОБЗЖ правильно голосовало, так как нужно лично Зеленскому. И это уже видно по всем признакам. Что они сделали дальше? Они наложили санкции на Вадима Новинского, русского олигарха, агента ФСБ, ну просто явного, который здесь столько дел наворотил в Украине, который этих попов финансировал и был как бы коннектором между Москвой и Киевом в плане церквей. Значит, на него санкции, на всех этих попов главных санкций. Или как там их... Но я вам хочу показать старую фотографию, которую все уже забыли, как Ирина Герасченко целовалась за СОС Новинским. Кто стоит рядом? Сальдо. Тот самый Сальдо из Херсона. Вот такие вот, друзья, у нас политики. Так у нас все происходит. Но Ирине Герасченко не привыкать быть политическим проституткой, потому что она умело обслуживала Ющенкова. Редактор субтитров А.Семкин Короче, Клоунесса, которая до конца своей жизни будет этим вот... Непотреб, просто непотреб. Но по поводу ОПЗЖ, это еще не все. Такого тоже видного деятеля, сучару тоже. Николая Скорика под шумок перевели в бюджетный комитет Украины. Я вам уже говорил как-то, что это один из самых, если не самый хлебный комитет в Верховной Раде. Да, вот вам фотография Скорика тоже с небезызвестными деятелями пророссийскими. Вот так у нас дела делаются, друзья мои. Большой привет, Владимир Александрович. Да, насмешила меня глава партии «Голос» Кира Рудык. Дайте я вам почитаю. Сьогодні меня визнано найвпливовішою политкинею Европы. Я отримал нагороду, яку хочу разделить с миллионами украинок. Бо это про них и для них. Это та самая Кира Рудык, которая с босыми ногами стояла с автоматом в начале войны. Политкиня теперь она самая впливовая в Европе. Меня просто отошнит от этой партии, честно вам говорю. Ну и какой дайджест без Дмитрия Ильича Гордона? И внимание, сейчас я ввожу в политический словарь, в политику украинскую, можно сказать, новый термин. Он звучит так. Медиа эскорт. Вот известная медиа эскортница Наташа Влащенко взяла у Гордона интервью. И он продолжает старательно вылизывать все места Андрею Ермаку. Выдающегося организатора, как Андрей Ермак, не было. Я повторяю это. Меня вы можете трактовать, это я всем говорю, как угодно. Я отвечаю за свои слова. Этот человек сегодня держит в руках бразды правления страной. Он дипломатия, он обмены пленными, он, значит, ну мы же не слышим премьер-министра, да, мы не слышим кого-то там еще. Андрей Ермак мы слышим. Этот человек руководит практически всем, всеми процессами. Конечно, общее руководство страной осуществляет президент. Но такого погружения в процессы, какое происходит у Андрея Ермака, мы не видим. Не видели ни у кого из его предшественников. Да он вообще, слушайте, Уинстон Черчилль. Дмитрий Ильич, ты уже не позорься, блин. Ты уже NFT там свои продаешь. Ну, все так плохо с бизнесом, который построен на пирамидках, я не понимаю. Ну, не возьмут они тебя на работу. Надо искать нового хозяина срочно. Нужно быстренько альтернативу искать. Ты же это всю жизнь успешно делал. Зачем в такие крайности впадать, я не понимаю. И, конечно, какой даджес Бесподоляка, который на всю страну, на весь мир в эфире телемарафона заявил о том, что через полгода он будет давать интервью из Ялты. Месяцев шесть, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым, свободным, да, Крым. А в это время оттуда уже уедут все русские, которые украли наши с вами имущества. Давайте зафиксируем этот его прогноз, и я вам хочу сказать, что они, по-моему, полностью слетели с катушек, они уже совершенно на этой эйфории, на этом кайфе от упоминания в прессе, на этой монополии медиа, на этой говняной инфополитике, которую они ведут, они сошли с ума, я вам это говорю как бы как медицинский диагноз. Ну и в завершении то, что меня просто поразило, честно говоря, и такие как бы моменты, когда происходят, страшно меня расстраивало, значит, в Украине напали на магазин Диор, разрисовали там его всякими гадостями, потому что модный дом Диор, сделали какую-то коллекцию с березками, и это кто-то там у нас трактовал, и многие медиаперсоны известные, как у нас любят говорить лидеры общественного мнения, поддержали это, что березки это прямая ассоциация с Россией. Значит, в Украине березки не растут. Вы хотите против себя настроить уже и цивилизованный весь мир? Да, там вот сейчас есть с Балансиагой скандал по поводу этих БДСМ, мишек, мягких игрушек, Кардашьян, это все сумасшедшие люди, это все больные на голову. Но зачем вы трогаете Диор, который ничего вообще для нас обидного не сделал? Это позорище на весь мир, и вот Зеленский очень умел сейчас настраивать против себя и против Украины, он же в Хамске общается с мировыми лидерами, с Байденом, он что-то у всего мира требует. В то время, когда Кирюша Тимошенко разъезжает в Киеве на Порше во время войны и живет в доме 1200 квадратных метров. Там у него нет проблем, но весь мир, пожалуйста, дай оружие, дай бабки, чтобы Владимиру Зеленскому было за что вести войну. Ну, дальше думайте сами. Пока все, что меня действительно как бы пугает, что они начинают в прямом смысле слова сходить с ума, и вот эта полная монополия Верховной Раде, война, которая у нас идет, и монобольшинство, и теперь в медиа они одни единственные любимые, это все очень хреново закончится. Жду вас на стриме, давайте все это обсудим, готовьте вопросы, должно быть интересно, будет немножко необычный стрим сегодня. Пока. Продолжение следует...